Добрый день всем! Добрый день! Дело в том, что основную часть своей жизни занималась клинической медициной, и именно этому будет посвящена первая часть лекции, а вторая часть началась в моей жизни не так давно, около полутора лет назад, когда я занялся молекулярной биологией. Ну вот после перерыва обязательно поделюсь с вами. Дело в том, что с жирами общаться никому не хочется, они противные, они гадкие. Да, я хотел бы сразу пролить ясность, когда я говорю жиры, я имею ввиду липиды, когда я говорю о липидах, говорю о жирах, чтобы не было никакого терминологической такой путаницы. Ну вот дама совершенно не с киевских пропорций, вероятно. Это известная картина Люсьена Фройда, внука Зигмунда Фройда. Она с позицией медицинской интересна тем, что эта дама яркий представитель так называемого патологического висцерального, абдоминального ожирения. Почему его называют абдоминальным? Потому что основная часть жира откладывается в области живота, в области вокруг внутренних органов в частности. В чем проблема именно этой жировой ткани? Дело в том, что она является гормонально активной, она производит большое количество биологически активных веществ, в частности резистин, фактор некроза опухоли альфа и интерлекин-6, которые являются провоспалительными медиаторами, с одной стороны, то есть они стимулируют воспаление. С другой стороны, вместе с резистином и со свободными жирными кислотами они способны приводить к так называемой инсулинорезистентности, что является первым шагом, шагом, извините, к развитию сахарного диабета. Ну, вдобавок, именно эта висцеральная жировая ткань продуцирует огромное количество всего другого плохого, в частности, целый набор веществ, которые способствуют поддержанию высокого артериального давления и так далее. Но единственное, что хорошего, это лептин, который подавляет аппетит, но и с ним есть некоторые проблемы. Вдобавок, эта самая жировая ткань висцеральная, она способна приводить к повышению уровня так называемого плохого холестерина. Ну, это такое деление, значит, весьма, так сказать, условное, но в целом наш холестерин, он представлен в нескольких формах в нашем организме. И вот есть плохой и есть хороший. И вот этот самый плохой, он способствует развитию атеросклероза, ведущей причины смерти в настоящее время, да, который приводит к ишемической болезни сердца, к инфарктам, инсультам, в общем, к массе всего неприятного. Ну, и по правде говоря, это самое висцеральное ожирение приводит к массе других проблем, но в частности к опухолям, способно инициировать развитие рака матки, значит, кишечника. Все чаще начали сейчас говорить об роли жирового гепатоза на фоне ожирения, который приводит к циррозу, да, синдром ночных апноин, в общем, масса всего неприятно. В общем, от жира пытаются избавиться все, но сегодня мне хотелось бы открыть вам некоторую другую сторону того, что мы называем липидами, того, что мы называем жирами. Ну, во-первых, без жиров было бы невозможно всасывание целого набора витаминов, в частности витаминов D и E, K. Некоторые из них имеют подобную липидам структуру, да, витамин D необходим для кальцификации костей, витамин E является антиоксидантом, он необходим для поддержания фертильной функции и функционирования нервной системы, витамин K является необходимым фактором синтеза факторов свертывания, а A необходим для регенерации кожи и для нашего зрения, для нашей сетчатки. К жирам относятся еще так называемые ненасыщенные жирные кислоты, которые имеют двойную связь. Значит, думаю, что не химикам она ни о чем не говорит, но в действительности такие жирные кислоты крайне важны. Почему? Наши клетки эволюционно получили очень важное преимущество получения энергии путем окисления глюкозы. Мы используем активный кислород. В чем проблема кислорода? В наших клетках часть кислорода постоянно образует так называемые активные формы кислорода. Чем они неприятны и опасны? Дело в том, что они, эти самые активные формы кислорода, способны повреждать ДНК. Не только ДНК в действительности, но ДНК в частности. И, по сути дело, мы говорим о мутациях. Если эта мутация произойдет в зонах, в участках генов, которые ответственны за деление клетки, то, возможно, опухлевая трансформация. Возможно, трансформация этой самой ткани в опухлевую клетку, которая бесконтрольно делится и, в общем, откровенно себя неприлично ведет в организме. И, собственно, метастазы приводят к летальным исходам. Так вот, эти самые двойные связи, они берут на себя удар. То есть, благодаря им происходит, в том числе, благодаря им происходит нейтрализация этих самых активных форм кислорода. В состав желчи, который необходим для переваривания, для переваривания процесса пищеварения, опять же, входят желчные кислоты, которые имеют стероидную структуру. Здесь представлено воспаление со всеми неприятными признаками, отеком, покраснением, болью и так далее. Но все эти процессы, которые развиваются при воспалении, они необходимы, острые, необходимы для того, чтобы локализовать инфекционный агент, для того, чтобы не генерализовывалась инфекция, не развивался сепсис. И вот для этого, для расширения сосудов и для всех этих процессов, которые необходимы для локализации инфекции, используют организм целый набор биологически активных веществ, среди которых есть и липиды, так называемые простагландины, ликотриены и тромбоксаны. Когда мы говорим о стрессе, все, безусловно, вспоминают об адреналине, гормоне стресса, которая оказывает такую алармирующую, мобилизующую функцию, реакцию «делись или беги». Но, к сожалению, очень часто забывают про другой, очень важный гормон, который необходим для адаптации организма к стрессу, который тоже синтезируется в надпочечниках, и это группы даже гормонов, которые называются кортикостероиды. Другие половые гормоны известные, да, они тоже имеют стероидную структуру, и, собственно, благодаря этим самым половым гормонам мальчики-мальчики, девочки-девочки со всеми вытекающими, анатомическими, ментальными и прочими различиями. Все, что я вам рассказывал до этого, это скорее такая попса. Мне бы хотелось с вами поделиться и такой информацией, которая, ну, вряд ли попадала в ваши уши. Ну, в частности, где-то 15 лет назад выяснилось, что кора головного мозга продуцирует, синтезирует, выбрасывает в системный кровоток, в кровь, около 20 окисленных форм холестерина. Холестерин тоже является, по сути дела, липидом. И достаточно долго было непонятно, для чего он это делает. Вот. Значит, самым изученным, вот буквально последние, там, пять лет, может быть, стало ясным, проясняется картина, и самым изученным является 24С-гидроксихолестерин. В чем роль 24С-гидроксихолестерина? Он участвует в поддержании циркодианных ритмов, он участвует в процессе адаптивного иммунитета, в процессе иммунного ответа, он способен запускать апоптос, это вариант смерти клетки, суицидальной смерти клеток опухлевых, и он способен регулировать функцию сердца. Я хотел бы подчеркнуть, что он не является главным и ведущим, он входит в вот эту сложную структуру тех процессов, о которых я говорил. В добавок, 24С-гидроксихолестерин способен стимулировать пролиферацию размножения нейронов. Я думаю, что все вы знаете, что история про то, что нервные клетки не восстанавливаются, не совсем является правдой. В действительности, нервные клетки в некоторых зонах головного мозга способны делиться, способны пролиферировать, этот процесс называется, способность головного мозга называется нейропластичностью, она является залогом нашей памяти, она является залогом процесса обучения. Так вот, 24С-гидроксихолестерин способен стимулировать этот самый процесс нейропластичности. Ну, если использовать вот эту известную базу, да, подмет, вы можете найти огромное количество, ну, может быть, не огромное, достаточно большое количество статей, которые посвящены роли 24С-гидроксихолестерина. Ну, вот в частности, одна из статей указывает на то, что 24С-гидроксихолестерин способен предотвращать смерть нейронов при болезни Альцгеймера. Есть такое заболевание, которое сопровождается, не будем касаться почему и как, отложением белка, который называется бета-амилоид. И этот самый бета-амилоид вызывает очень большой дискомфорт в нейронах, повреждение нейронов и в ряде случаев смерть. Так вот, 24С-гидроксихолестерин способен предотвращать смерть нейронов, гибель нейронов в этих условиях. В условиях отложения бета-амилоида. Но то, что для меня было, вот как для клинициста, удивительным, то, что 24С-гидроксихолестерин способен за 8-10 лет до манифестации болезни Альцгеймера являться маркером предшествующего заболевания, в смысле вот этой самой болезни Альцгеймера, которая может развиться у пациента. Другое дело, что у нас сейчас нет возможности в том, чтобы эффективно лечить, предотвращать это заболевание, но тем не менее осведомлен, значит вооружен. И в общем-то такой силы, такой предсказательной, да, в общем-то не у каждого маркера клинического можно найти. И вот с чем бы мне хотелось вас оставить перед перерывом. Значит, действительно, жир вокруг внутренних органов это плохо. Это так называемый висцеральный жир, который приводит к огромному количеству крайне неприятных заболеваний. Но без жиров нам никуда. Потому что жиры являются частью огромного количества крайне необходимых биологически активных и небиологически активных веществ, необходимых для нашего функционирования. Ну и вот один из примеров, который я привел, связанный с 2,4, с гидрофсихолестерином. Вот. Я думаю, что нас очень много ждет открытие вот в этой области. Так что спасибо большое за внимание. Если будут какие-то вопросы, я буду рад. Спасибо. Так, давайте. Вопрос. Да, пожалуйста. Дмитрий, а какая оптимальная концентрация жира в организме? Понимаешь, что зависит от многих факторов. Ну, такого понятия, вы имеете в виду количество жира? Ну, да. Ну, таких прям вот цифр откровенно нет. Какая корреляция с мышечной массой? Вы знаете, вот такого, чтобы в клинике использовался какой-то критерий, какой-то процент, касающийся массы жировой ткани, его как такового нет, но существуют критерии, которые указывают на вероятность избыточного жира, как раз висцерального жира. Вот. Значит, это рассчитывается по индексу массы тела и по объему талии. Индекс массы тела – это показатель, который рассчитывает в соответствии с ростом и весом. Вот. Есть более точные методы, там, биомпеданс, и уж совсем точные, но неиспользуемые в клинике из-за своей дороговизны, там, там, компьютерной томографии или ядерно-магнитного резонанса, который используется в основном только в клинической практике. Вот. Но вот такого показателя, что, допустим, у этого человека, там, должен быть такой-то процент жира, мне, во всяком случае, неизвестно. Да, пожалуйста. Вопрос такой, который вообще вы не знаете никогда. То есть, если вот у человека снижается уровень жира на животилку, мы говорим, то получается, что и в этом форме он тоже снижается, или это не обязательно? Да, высоко вероятно. Высоко вероятно. Ну, то есть, это нет прямой… Нет, есть… Вы понимаете, дело в том, что жир вокруг живота – это жир, который окружает внутренние органы, и жир, который расположен под кожу жировой клетчатки. Вот. Поэтому, ну да, действительно, если уменьшается в размерах живот, то есть вероятность того, что действительно мы говорим о том, что риск, связанный с абдоминальным ожирением, заболевание, уменьшается. Вот. Но в действительности, в действительности, сейчас вот эти статьи, которые попадаются мне на глаза, они указывают о том, что внешне чисто так самоотопически человек может не выглядеть человеком с избыточным весом, но вот этого висцерального жира вокруг внутренних органов у него может быть много, и поэтому ты ищешь сейчас способ для того, чтобы, так сказать, диагностировать на этом этапе. Ну, вот я говорю, что, вот, понимаете, его рассчитывают с помощью окружности талии, там, индекса массы тела, да, вот. Биомпеданс не показывает вам количество именно абдоминального жира. Те методы, которые могут определить точно, они крайне дорогие. Биомпеданс? Да, да. Да, пожалуйста. Какой вопрос хочу унести явку для себя? Ну, увеличение концентрации 24... С-гидроксихолестерин. Да, вот, при болезни Альцгеймера это является следствием болезни, или это... Это очень хороший вопрос, потому что... Вопрос, и если вот искусственно снизить концентрацию, можно избавить человека от этой болезни? Чего нет? Вот как раз все наоборот, то есть, скорее всего, что это, как бы, такая компенсаторная роль, он как раз оказывает защитную роль. Вот, и скорее всего, полагается, что из-за того, что начинает накапливаться этот самый бета-амилоид, да, пришественник бета-амилоида, начинает повышаться 24С-гидроксихолестерин. Вот. Но там такая интересная история. Почему-то, когда заболевание уже разворачивается, концентрация этого 24С-гидроксихолестерина снижается. Но я хотел бы, чтобы мы не фетишизировали 24С-гидроксихолестерин, то есть дело не только в нем, да, то есть это просто один из механизмов. С болезнью Ацгеймера и со всеми нейродегенеративными заболеваниями остается очень много всего неясного. Нет, потому что это является показателем, так, и зависимость от концентрации, думаю, можно судить, развивается ли как-то болезнь в лучшую сторону или в лучшую сторону. Бывает, да? И вопрос, просто хочу понять, если контролировать концентрацию в организме, можно ли как-то... Он является ранним предиктором. Когда заболевание уже разворачивается, его концентрация уменьшается. Вот. И поэтому его роль, как бы сказать, которая такая направляющая, то есть насколько эффективно ваше лечение, она уходит. То есть становится непонятным. Да? Предложим, продолжая эту тему, а увеличить концентрацию во время болезни можно как-то искусственно? Ну, в лаборатории, да. Ну вот пока, то есть в клинические испытания этот препарат... Вы понимаете, что это, скорее всего, только один из факторов, который влияет на болезнь? Да, 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 абсолютно. Приконизационный фактор. Да, да. Все-таки и пробовали вообще увеличиваются? Ну, в лаборатории, да. Вот я, в частности, работаю в Казани. Они занимаются... У них там несколько направлений. Одно из направлений — это нейродегенеративные заболевания. Они занимаются Барсом, занимаются Альцгеймером и болезнью Паркинсона. И, ну, в частности, они пытались, да. Но пока... Да. Там прилипы поиски, да, пожалуйста. Сколько серьезно ведутся исследования у нас? В Молдове? Я вам честно скажу, вот в Молдове, в этой области не ведется исследование. И более того, в России Казань является единственным центром, который занимается... В лаборатории, где я вот работаю, единственным, пожалуй, центром, который вот серьезно занимается вопросами липидов. Да, ну, в целом не очень много, потому что это область, которая вот только-только сейчас поднимается... Ну, может быть, не только поднимается, но в целом... Да, пожалуйста. По поводу суицидальных клеток. Для чего и как это происходит? Не суицидальных клеток, а суицидальной программы, которая включается в клетки. Дело в том, что наши клетки, они могут умирать совершенно разными путями. Могут умирать безобразно и плохо, это так называемый некроз, когда они мало того, что сами погибают, они еще повреждают окружающие клетки. А есть благородная смерть, когда клетка добровольно включает внутренние программы и не повреждает других, честно уходит из этого процесса, из процесса жизни. Есть много других вариантов смерти клеток, там в ряде случаев, например, клетка может пожертвовать собой ради другой клетки, такой своеобразный клеточный альтруизм. Но когда я говорил о суицидальной программе, значит, я имел в виду, что 24С-гидроксихолестерин способен запускать эту программу в опухолевых клетках. Опухолевые клетки не очень хотят умирать, а 24С-гидроксихолестерин способен... Еще, давайте, последний вопрос, пожалуйста. Существуют ведь искусственные способы избавления жира вроде липосакции. Это хорошо или это никак не способствует улучшению состояния здоровья? Я вот в этой области не являюсь специалистом, но, безусловно, понимаете, эффект, безусловно, будет. Но я думаю, что и об этом говорят все рекомендации клинические, да, о том, что необходимо начинать менять образ жизни, стиль питания и так далее. Это то, что наши больные не очень хотят слушать, потому что, ну, куда проще, то есть, лежать на диване, кушать пельмени, а потом ходить на липосакцию, да, или принимать статины, например. Вот, но если не изменится поведение человека, да, если мы говорим о такой, так называемой, экзогенной форме ожирения, то, естественно, вес вернется назад, соответственно, эффект полностью нивелируется, эффект уйдет. Большое спасибо, Роман. Спасибо огромное, спасибо. У нас будет такой большой колоний. Спасибо.